Кьора, друзья! Надеюсь, что у вас сегодня замечательный, потрясающий, чудесный день. Меня зовут Алекс, и вы уже, наверное, знаете, что я живу в Англии, и скоро мне придется переехать из этой замечательной, потрясающей квартиры. И последние несколько месяцев я занималась тем, что искала себе новое жилье в Англии. Я решила, почему бы не взять вас в это увлекательное приключение, не показать вам, как выглядит реальный рынок жилья в Англии, реальные дома и квартиры. И сегодня мы с вами посмотрим 7 вариантов, куда я ездила на просмотры. И все эти 7 вариантов оказались для меня неподходящими, и я вам объясню, почему. На момент съемки я уже сняла себе новое жилье, и мы будем переезжать туда, проводить рум-туры. Я буду рассказывать, сколько что стоит будущих видео, поэтому, пожалуйста, не забывайте подписаться, нажимать лайк-кнопку, делиться этим видео с друзьями. И поехали! Когда я только начинала смотреть жилье, у меня были очень скромные запросы. Я хотела, чтобы у нас с мужем было минимум 2-bedroom, то есть 2 спальни плюс гостиная, потому что мы оба работаем из дома, и нам очень важно, чтобы было 2 изолированные комнаты, чтобы мы не слышали звонки друг друга. Также, если это квартира, то хорошо, если дом еще лучше, если бы это был дом, то хотелось, чтобы был маленький садик, чтобы можно было выйти подышать свежим воздухом с чашкой кофе по утрам. Также было важно, чтобы было удобно добираться до работы, и чтобы было удобно добираться до, например, станции электрички, чтобы это был какой-то нормальный транспортный узел, потому что я живу не в Лондоне, я живу в центральной части Англии, я живу недалеко от Бирмингема. Соответственно, мне важно иметь возможность добраться до станции, чтобы доехать на электричке, например, до Бирмингема, или до Лондона, или еще куда моя душа пожелает. У меня здесь стоит компьютер, я смотрю на фотографии этого дома и других тоже недвижимости, и наслаждаюсь этими воспоминаниями. Так вот, первое жилье, это был дом, это был semi-detached house, то есть через стенку у меня был другой кусочек дома с соседями, он стоил 1000 фунтов в месяц, там было 3 этажа, 3 спальни, 2 туалета, 1 гостиная, allocated parking, это значит, что это точно моя парковка, никто там не может припарковаться другой, если кто-то паркуется, то я за счет вот этой припаркованной машины вызываю эвакуатор и ставлю свою машину, все должно быть хорошо. Там не было мебели, по-моему, холодильник, плита, стиральная машина входили в арендную стоимость, и мы посмотрели с мужем, что на гугл-картах все было классно, новый красивый район, красивые домики, и было все хорошо. Ну и мы поехали смотреть, это была наша первая недвижимость для просмотра, наш первый просмотр в Англии, поэтому мы были excited. Мы поехали в субботу в 12 часов дня, и первое, что нас напрягло, это то, что мы вошли в автобус, и мы живем в месте, где очень много студентов, и обычно студенты повсюду, и к этому как-то привыкаешь, а тут мы входим в автобус, чтобы, значит, доехать до этого района, ни одного студента, и все люди начинают очень подозрительно на нас смотреть, знаете, прям зыркать, ну мы такие, ну ладно, суббота, 12 часов дня, все дороги перекопаны, там расстояние было небольшое, чтобы доехать на автобусе, но за счет пробок и строек мы ехали туда больше часа, наверное, и мне это напрягло, потому что, если здесь суббота в 12 дня такое, то что же здесь творится, я не знаю, в понедельник утром, когда все едут на работу, ну ладно, автобус начал медленно отъезжать от остановки, и мы попали в какое-то гетто, странные люди, странные дома, какие-то развалины, там страшно, и мы таки с мужем едем, ну ладно, возможно, может быть, знаете, при чем стоят дома такие, где окна заколочены досками, но там кто-то внутри находится, слышно голоса, в общем, было жесть. Мы приехали в этот район, и этот был район какой-то оазис посреди гетто и разрухи. Первое, что мы услышали, это шум трассы, оказалось, что где-то там трасса, она была достаточно далеко, но ее было очень хорошо слышно. Второе, что мы услышали, это как у припаркованной машины в соседнем доме очень громко фигачит музыка из машины, что нам уже не понравилось. И мы подошли к дому, и у дома стоял представительного вида Мерседес, из дома вышел представительного вида мужчина, весь такой солидный, сел Мерседес и уехал. Мы такие, ну ладно, наверное, жильцы выглядят прекрасно, солидно, значит, ну, наверное, они держат этот дом в хорошем состоянии. Вышел риэлтор, говорит, вы разбывайтесь и заходим. И мы заходим в этот дом, и первое, что мы слышим, какой-то адский шум. Нас риэлтор не предупредил, что жильцы находятся внутри. И, как бы, это нормально, когда жильцы находятся на просмотре, как бы, вместе с вами, но я считаю, об этом надо предупредить, потому что это совершенно два разных процесса, когда они есть внутри помещения, когда их нет внутри помещения. В общем, мы заходим, в доме, мне кажется, было человек восемь, как я думаю. Там жило две семьи, потому что мы встретили два папа, две мамы, бабушку, несколько детей, все сидят на полу, на диванах, орут. Мусор везде, грязище, как только открываешь какой-то клочок шкафа или вот как там антресоли какой-то, знаете, вот какую-то маленькую комнатку для хранения, там вот так все в игрушках, в мусоре, оно все на тебя начинает вываливаться. Мы зашли на кухню, там грязь впалит с толщиной, там было очень неприятно находиться. Я там была в таком шоке, что я не сняла вообще ни одной фотографии, ни одного видео из этой недвижимости. Там были стены в каких-то трещинах, и в какую бы комнату мы ни заходили, там лежал какой-то человек на кровати, то есть смотреть эту недвижимость было невозможно. Понятно, что ты не будешь там сильно разглядывать что-то, когда тут кто-то валяется на диване. В общем, тут же нам риэлтор говорит, ой, ну мы очень тщательно проверяем наших жильцов, поэтому будьте готовы, что у нас будет очень строгий отбор. И тут же я смотрю на вот эти 8 человек, которые сидят на полу в грязи, думаю, ну ладно, наверное, ты неправду говоришь. И тут же он нам говорит, что ну да, 1000 фунтов это очень дорого для этой недвижимости. В общем, все. Я не поняла, зачем нас попросили снять обувь, потому что там было очень грязно. Мы оттуда бежали, потому что да, жильцы должны съехать и оставить дом в приличном виде, в чистоте. Но я посмотрела на лица этих людей, и я начала сомневаться, что они уберут за собой, что они вывезут этот весь мусор, что они отмоют свою кухню. Я не собиралась мыть за ними эту грязищу, потому что ну это жесть мыть за 8 человеками. Тут нанимая, не нанимая какие-то клининг-сервисы, все равно надо будет самому тратить свое время. В общем, нам не понравилось, нам не понравился район, нам не понравился дом, нам не понравилось ничего. И поэтому мы бежали оттуда, и больше мы в этот район вообще не приезжали. Следующая недвижимость, она была в потрясающем месте. Потрясающий маленький городок, очень древний, знаете, такой бабушкин город, где очень много деток, мало каких-то опасных, стрёмных людей, типа бомжей. Он стоил 950 фунтов в месяц. Там было две спальни, одна гостиная, одна ресепшн-рум, то есть, по сути, еще одна комната, одна ванная. Там был маленький садик, дом был террест, то есть слева через стенку соседей, справа через стенку соседей, что обычное дело для Англии. Там не было парковочного места, риэлтор не знал, входит ли плита, стиральная машинка, холодильник в арендную плату, но это было и неважно, и не было мебели, соответственно. И почему нам не понравился этот дом? Потому что, первое, он был темный, второе, он был очень-очень грязный. Мы снова зашли на кухню, там все в каком-то мусоре, в каких-то бутылках, слой грязи в палец. Опять же, мыть за людьми не очень хочется, но все бы было ничего, если бы не одно очень большое но. Мы пропустили это на гугл-картах, но прямо напротив этого дома тоже стоял вот такой длинный дом, и весь этот длинный дом был в магазинах, в ресторанах, в каких-то предприятиях, которые работали каждый день до поздней ночи. Там были рестораны, которые как раз ориентированы на вечернюю работу, то есть люди будут туда постоянно приезжать на машинах, я не знаю, наверное, шуметь, разговаривать. Там очень напряженный поток людей ходит мимо моего окна на первом этаже. Я ходила, если бы я там жила, и неизвестно еще, как вообще эти предприятия работают, потому что в магазины явно приезжают какие-то грузовые машины с товаром, их там разгружают, будут шуметь вытяжки. В общем, нам это не понравилось, и мы решили, что, несмотря на то, что она прекрасно выглядела, она была просторная, она была в прекрасном локейшене, вот этот вот минус предприятия напротив, нам очень не понравился, и мы решили, что мы посмотрим что-то еще. Третий вариант. Третий вариант был очень интересный, с ним связана прямо целая необычная история. Значит, это была квартира, она стоила 895 фунтов в месяц. Там было две спальни, гостиная, шкаф достаточно хороший, плита, стиральная машина, холодильник входили в арендную стоимость, парковка входила в арендную стоимость, больше никакой мебели не было, но очень спорный был локейшен. Сам район был классный, новый, красивый, красивые дома. Там было 10 минут до крупного транспортного узла, туда было супер добираться удобно оттуда до работы, оттуда было супер удобно добираться до Лондона, Бирмингема и куда бы мне не захотелось, но одно но, этот город, он бомжатский, он стрёмный, я его избегаю любой ценой, стараюсь не появляться. Там очень много цыган, и там просто неприятно. Мы как только туда приехали, и пока мы дошли до дома, мы увидели одного какого-то человека, явно под сабстансы, под веществами, который шёл как зомби, еле ноги волочил, второго человека, который тут же под домом на лужайке за мусорными баками наслаждался травкой, в общем, лежал на земле, я не знаю, под чем он был, но было достаточно там неприятно находиться. И мы вообще с мужем сомневались, ехать ли, смотреть эту квартиру или нет, но думали, ладно, поедем. И мы стояли под подъездом, ждали, пока риэлтор к нам спустится, смотрели на вот этого бомжа на лужайке прямо под домом, и мы с мужем такие, всё, надо уходить, мы здесь точно не будем жить. И тут же выходит риэлтор, мы такие, ну всё, идём на просмотр. И мы заходим в эту квартиру, и это был тот редкий случай, когда фотографии были гораздо хуже, чем сама квартира, потому что с квартиры уже съехали жильцы, она была кристально чистая, прекрасная, уютная, там было всё очень здорово, был очень вежливый риэлтор, он очень круто с нами общался. И мы с мужем были в таком шоке, потому что мы видели эти стрёмные фотки, мы видели этих стрёмных людей, этот стрёмный район, и мы попали внутрь, и мы были просто шокированы, и мы на неё откликнулись. И всё быстро завертелось, нам её риэлтор уже был готов сдать, он уже нам прислал информацию на первый перевод денег, и тут мы с мужем такие воу-воу-воу. Мы, значит, взяли себе перерыв, мы ещё раз съездили туда, к этому дому вечером, и мы поняли, что это не наше чисто, из-за того, что да, там удобный транспортный узел, но это не то место, где нам бы было приятно находиться, несмотря на то, что это город, там достаточно активно, но там стрёмно, и мы бы там не гуляли по вечерам, мы бы не ходили там в кафешки, рестораны. В общем, в итоге мы передумали, мы откатили свою заявку, решили, несмотря на то, что цена была адекватная, и внутри было хорошо, но район нам просто не подошёл. Следующую мы смотрели тоже квартиру, и это была последняя квартира, которую мы смотрели, потому что мы к этому моменту просмотрели сотни объявлений, и мы поняли, что квартиры стоят столько же, сколько и дома, и что мы всё-таки больше хотим смотреть дома. Кстати, всё, что вы видите на экране, вот эти вот вставки из квартиры, это было самое приличное, что мы нашли на самых разных сайтах, то есть это выглядело нормально. В общем, вот, четвёртая квартира, она была в потрясающем районе, потрясающий локейшн, всё очень удобно, очень тихо, спокойно, нет бомжей. Она стоила, по-моему, тысячу фунтов в месяц. Если честно, забыла цены, ну, скорее всего, тысячи фунтов. Там было две спальни, гостиная, туалет, аллокейтед паркинг, и, по-моему, плита, холодильник и стиральная машина входили в арендную стоимость. На фотографиях она выглядела превосходно. Мы приехали, погуляли снаружи дома, было прекрасно. Как только риэлтор вышла и открыла дверь парадной подъезда, на нас вырвался вот этот запах затхлости, плесени, сырости. Мы зашли в дом, мы зашли в квартиру, и мне, если честно, кажется, что там вообще было небезопасно жить, потому что вот этот запах затхлости, плесени, сырости, мы были в плюс 30, и там было вот такое вот состояние квартиры, там был конденсат на окнах, черная плесень и живет там, как у себя дома. Там было страшно находиться, и мне кажется, что прежде чем сдавать это жилье, его надо было осушить какими-то строительными специальными фенами и как-то хорошо проработать, потому что там было просто небезопасно находиться с точки зрения здоровья. И я представила, как я дышу этой сыростью, как у меня одежда начинает пахнуть этой сыростью, как все покрывается плесенью. В общем, это было сразу нет, и мы были очень разочарованы, потому что для вот этого состояния жилья цена была просто космическая. Пятое жилье тоже было очень любопытным, как мне кажется. Оно стоило 1250 фунтов в месяц, то есть достаточно бодрая цена. Он был тоже semi-detached, то есть слева находился другой дом через стенку, там был очень прекрасный садик, дом был огромный, там было две спальни, два туалета, один ресепшн-рум, то есть еще одна комната, и на первом этаже огромная гостиная, совмещенная с кухней. Гостиная, совмещенная с кухней, была обнесена стеклами, то есть там не было кирпичной стены, пространство было огромное, оно было светлое, уютное, была личная парковка. Мне не очень понравился район, потому что он был далековато от транспортных узлов, и за эту цену показалось дороговато, потому что туда не входила мебель, не входил холодильник, не входила стиральная машинка, но был пол с подогревом на первом этаже, вот в этом огромном пространстве, что интересно. И мебель не входила, но входили шкафы, и почему она нам не понравилась? Потому что она нам показалась очень холодной. Обогреть ее было бы очень-очень дорого, потому что вот это огромное пространство, гостиная, совмещенная с кухней, даже если вы принесете туда обогреватель, я не представляю, что нужно сделать, чтобы там было тепло. В Англии холодно, зимой холодно, летом холодно. Полы с подогревом, это же не полноценные батареи, даже если я включу эти полы с подогревом, я не представляю, сколько стоят эти полы с подогревом оплатить. И показалось, что в Англии это не лучшее решение, вот эта вот стеклянная стена, как мне кажется, из моего опыта проживания в разных съемных квартирах. Стекло, оно держит тепло хуже, чем камень, и поэтому, может быть, где-то в Калифорнии это было бы отличное помещение для жизни, но в Англии показалось, что было не очень плюс, вот в гостиной были каменные полы, поэтому, не знаю, то есть она была классная, интересная и дизайнерская, но она была просто не приспособлена для жизни в местных реалиях. И я потом долго за ней наблюдала, ее достаточно долго не могли сдать, мне кажется, месяца два они на нее искали жильцов, но в конце концов, конечно же, нашли. Шестой дом. Этот дом прям запал в мое сердечко, потому что он мне очень-очень сильно понравился. Он стоил 1100 фунтов, он находился в чудесном районе, все было прекрасно, было очень удобно идти до автобусной остановки, до станции, он был достаточно уединен, то есть там на первом этаже мимо окна гостиного никто бы не ходил, садик был немножко спереди, перед окном, был сзади, была парковочная площадка, он был end of terrace, то есть слева не было соседей, справа были соседи. Мы не знаем, ходили ли стиральные машинки, плиты, холодильники в стоимость, риэлторы почему-то не готовы никогда отвечать на эти вопросы. Там было три спальни, кухня, туалет. И нам настолько понравился этот вариант, что мы приехали туда заранее, на выходных, мы обошли весь район, мы все посмотрели, послушали, нам все очень понравилось, и я ехала на просмотр с такой остановкой, что если там плесень не будет на меня свисать с потолка, то все, я ее снимаю, она мне очень понравилась, и она мне подходила под всем критерием. И почему же мы ее не сняли? Мы приехали на просмотр, и прямо с порога нам риэлтор говорит, ой, а мы, кстати, ее теперь готовы задавать не на год, а только на полгода. Секунду назад мне звонил хозяин, он изменил свое решение, поэтому теперь она сдается только на полгода. И это было сразу immediately no, сразу нет, потому что я, когда звонила, записалась на просмотр, я с ними подтвердила, что это сдавалось на год, и 6 месяцев, если бы нам сказали об этом заранее, мы бы даже ее смотреть не поехали, потому что, считай, вот мы ее снимаем, заезжаем, и через 3-3,5 месяца уже надо начинать смотреть новое жилье. Это, во-первых, неудобно, во-вторых, это продолжение стресса, в-третьих, это дорого, потому что вы же все равно находитесь в какой-то момент в таком состоянии, когда вы еще платите за это жилье и уже платите за следующее одновременно, потому что такого практически не бывает, чтобы вы сегодня закончили аренду одного жилья, тут же въехали в другое жилье и не попали на деньги, поэтому мы, конечно, на нее посмотрели, сердце немножко потрепетало, но как бы, ну нет и нет, а что дальше? И, наконец-то, мы подошли к последнему седьмому жилью. К этому моменту я уже была немножко в отчаянии, у нас еще оставалось достаточно много времени для поисков, но мы уже просмотрели столько объявлений, и все настолько было отвратительное, то, что мы видели, что я уже думала, что просто невозможно снять что-то приличное. Это был дом, он тоже, можно сказать, был end of terrace, то есть справа не было соседей, слева через стенку были соседи, он стоил 900 фунтов в месяц, там было две спальни, гостиная, две ванны, очень хлипкий шкаф и крошечный садик, и она мне как бы не понравилась еще снаружи, да, район был очень красивый, новый, можно сказать, не очень удобный по расположению, там было достаточно далеко до станции, очень редко ходят автобусы, очень сложно было подобираться до работы, и даже снаружи дом казался маленьким, мы туда зашли, и он по-прежнему казался маленьким, кухенка была маленькая, но норм, гостиная была достаточно просторная, но в спальню в одну из них либо входит в кровать, либо больше ничего, либо не входит в кровать, тогда можно поставить письменный стол, то есть она крошечная, во вторую спальню тоже войдет только кровать, мне не понравилось, что там явно было очень грязно, такое впечатление, что предыдущие жильцы за собой не убрались, там прям, знаете, какие-то куски крупные, игрушек валялись, какие-то бумажки, я спросила у риэлтора, вы как бы, что будет с уборкой этого пространства, она сказала, что вот то, как есть, так вы и будете заезжать, не понравилось, не понравилось еще, стены были с фанеры, мы бы слышали все, что происходит у соседей, если не дай бок у них работал бы телевизор, мы бы это все слышали, и это ужасно, плюс не понравилось, что вот этот район очень сильно скучкован с соседями, то есть ты выглядываешь из окна, ты видишь несколько домов, ты выглядываешь с другой стороны на свой садик, и ты там видишь свой садик, садики соседей, и вот еще вплотную к вам вас обставили несколько домов, в общем, показалось, что смысл жить в доме, если по ощущениям, как будто ты живешь в какой-то многоэтажке, где очень много людей. В объявлении нам сказали, что будет allocated parking, на деле оказалось, что его нет, и тут же мы видели, что парковочное место, которое мы думали будет наше, там паркуются люди, которые вообще за несколько домов живут от этого парковочного места, то есть явно какое-то расхождение с объявлением, в саду стоит какой-то сарай, который занимает, по сути, весь садик, то есть мои мечты о том, чтобы выпить кофе на свежем воздухе сразу разбились, потому что я не хочу стоять и смотреть на сарай, или что мне делать с этим садиком, потому что он вообще не пригоден для каких-либо задач, и что еще не понравилось, там была какая-то странная ситуация с плитой и техникой. Это все не входило в объявления, но предыдущие жильцы холодильник, плиту и стиральную машинку с собой не забрали, и риэлтор говорит, так, через год уже решено, хозяин квартиры будет сюда въезжать. Предыдущие жильцы оставили вот эту вот технику сейчас здесь, и вам придется через год вот этим заниматься и вот это вывозить, потому что хозяину они не нужны. И я открываю плиту, там огромный слой грязи, я открываю стиральную машинку, там какая-то гора стирального порошка, все очень грязное, и я уже в том моменте жизни, когда я думаю, что, возможно, я бы хотела свое купить, чтобы оно было чистое, аккуратное и только мое, я не хочу отмывать за вот этими людьми ржавчину с плиты, в общем, и тем более я не хочу вывозить за кем-то чужой мусор, ну что это вообще за безобразие, в общем, нет, мы на это не согласились, и после этого нам повезло, и мы нашли наше супер жилье, я очень сильно excited, оно мне очень сильно нравится, конечно, будут свои челленджи, свои трудности, потому что здесь мы живем, и у нас есть все, нам университет предоставил все, включая кастрюли, сковородки и френч-пресс-чайники, у нас нет даже мусорного ведра, своих ножниц или, я не знаю, утюга, поэтому нам это все придется покупать, и я вам расскажу, сколько это стоит, потому что, конечно, цены здесь очень сильно интересные, и да, вот так выглядит поиск жилья в Англии, вот такие цены, вот такое состояние квартир, как я уже сказала, это было лучшее, из того, что мы увидели онлайн, и это было лучшее, и то действительно, на что хотелось посмотреть, и очень грустно, что когда приезжаешь и смотришь на это жилье лично, оно, оказывается, не имеет ничего общего с фотографиями, фотографии старые, какие-то не своевременно сделанные, мне, если честно, ужасно не нравится, что в объявлении риэлторы никогда не напишут правду, что в этом жилье живет 8 странных человек, и мы будем счастливы сдать этот дом хоть кому-нибудь, потому что они ушатали его максимально, нет, конечно же, такого они не написали, они написали, как там все здорово, классно, и, кстати, в первом доме они написали, что он был недавно после ремонта, и это было абсолютное вранье, там ремонтом даже и не пахло, вот, так что, да, в наших следующих сериях, надеюсь, что мы будем переезжать, я буду вам рассказывать про свое новое жилье, мы обязательно прогуляемся по городу, где я буду жить, потому что это тоже очень маленький древний город, я буду жить рядом с замком, и это будет все очень интересно и классно, поэтому, пожалуйста, не забывайте подписываться, нажимать лайк-кнопку, делиться этим видео с друзьями, для меня это очень-очень важно, и до новых встреч в моих будущих видео, пока-пока!